Добрый день! Вот уже почти год прошел, как Владивосток остался без своего руководителя. Мэр нашего города находится пока под стражей, в ожидании суда. Я надеюсь, что мы скоро узнаем, когда начнется процесс. Что интересно? А интересно, как город пережил это время, потому что я думаю, что это уникальный случай. И вообще, я думаю, что вот этот год и этот будущий процесс, и то, как длилось следствие над Игорем Сергеевичем Пушкаревым и Андреем Лушниковым, они очень интересны, они очень оригинальны и показательны. Вот мне казалось, что вот год назад, когда это случилось, это, по-моему, как раз было 1 июня, мы все так оторопели, подумали, ну не может быть. Потом подумали, а чем черт не шутит, может и может быть. Но вот пока то, что мы узнавали в ходе тех небольших возможностей у Пушкарева рассказать о том, что происходит со следствием, а эти возможности у него были, когда каждые 3 месяца в Москве суд решал продлить ли ему стражу, и потом, когда начали выкладываться в сеть все материалы обвинения, вот лично у меня мнение, что с этим процессом все-таки все будет очень интересно. Я пока не вижу оснований считать, что наш мэр был сильно виноват, и вот следствие право. И вот я хочу сегодня поговорить о том, как город прожил этот год без своего руководителя, и как вообще мэр прожил этот год без города. И сегодня у меня в гостях мои лучшие эксперты, наши лучшие эксперты по политическим и юридическим темам, Алексей Крилцкин. Здравствуйте. Молодец. И Павел Наливайко. Я надеюсь, что к нам, к нашему разговору, присоединятся и радиослушатели, ну а пока начнем с наших экспертов. Алексей, а может быть и можно жить вообще без мэра? Вот опыт Владивостока показывает, что ничего страшного нет. Может вообще мэров не надо избирать, из-за этого биться? Без мэра можно жить в том случае, если существует отлаженная система управления городом. Вот как сказал известный бизнес-тренер и писатель Роберт Киосаки, для того, чтобы проверить, насколько крепко выстроена вами бизнес-система, задайтесь вопросом, можете ли вы оставить ее на год и, вернувшись, заставить свой бизнес в том же прекрасном состоянии, как вы его оставили, либо в еще более лучшем. Вот опыт конкретно города Владивостока последнего года показывает, что все-таки Пушкарев смог создать систему, которая может функционировать даже вот в кризисных условиях в момент его отсутствия. Правда интересно, что вот так получилось, да? Никто не ожидал, я вам больше скажу. Вот знаю многих людей, которые просто вот сидели и ждали, когда же все рухнет. И с каждым месяцем, когда это не происходило, их лица грустнели, но тем не менее город выжил. Конечно, нельзя сказать, что нет проблем. Они есть и были бы, наверное, и при мэре, если бы он находился на своем рабочем месте, а не в местах, где ограничивается его свобода. Но тем не менее это, конечно же, говорит об уровне профессионализма с точки зрения менеджмента, управления городским хозяйством. Здесь, на мой взгляд, действующая команда сформирована именно Пушкаревым. Ведь мы видим, что не удалось губернатору внедрить каких-то там своих людей. Хотя были попытки, да. Она достаточно жизнеспособна и успешно справляется. Хотя бы в администрации города Владивосток, которые люди, которых он взял для работы, оказались нормальными людьми и профессионалами. Павел, что скажете? Да, действительно, команде удалось консолидироваться вокруг проблемы. То есть сосредоточиться на эффективности, отбросить в сторону политические моменты. Действительно, я согласен с Алексеем, удалось не парализовать администрацию Владивостока путем захода сторонних людей со стороны губернатора и так далее. Которые в дальнейшем бы, скорее всего, начали бы перезагрузку кадровую и так далее. Поэтому администрация Владивостока показала, что она эффективный орган. Она способна даже включаться в такие проблемные моменты, как мы видели Скверно-Бестужево, когда спокойно в правовом поле администрация решила этот вопрос. И жители остались все-таки довольны. Поэтому здесь на твердую четверку за год точно отработали, с учетом того, что глава отсутствует. Ага. Дмитрий Юрьевич, слышите нас? Да, да, да. Да, добрый день. У нас в эфире руководитель крупнейшей, одной из крупнейших российских компаний ДНС Алексеев. Дмитрий Юрьевич возглавляет ее. Что вы думаете по ситуации вокруг города Владивостока и отсутствующего мэра? Смотрите, я все-таки прежде всего предприниматель, да? И мне бы хотелось бы активно участвовать в развитии города Владивостока. И я хочу сказать, что несмотря на то, что города продолжают жить, несмотря на отсутствие мэра, но вот как раз говорить о развитии без мэра достаточно тяжело. Ага, то есть вам не хватает первого лица, с которым можно принимать решения и обговаривать? Потому что развитие не бывает... Ну, город сложный инструмент, и нужно координировать его развитие по многим направляющим. Соответственно, когда нету человека, который бы эти все процессы координировал, ну, развить оно фактически невозможно. Поэтому мы пребываем в некотором состоянии... Стагнации, да, как говорят? Ну, я бы не назвал бы это стагнацией, наверное, все-таки. Но в некой ситуации неопределенности, потому что мы сидим и ждем. Да, да, резонно, конечно. Человек, который возглавляет, говорит, идите туда, я вас поведу вот сюда. Конечно, вот этого сейчас там явно не хватает. Тут даже можно говорить не только о введении, но и просто о банальной координации. Должно быть некое скоординированное введение, куда мы идем, как развиваемся. Должна быть программа развития города. Она должна иметь своих носителей, понимаете? Да, олицетворение. Скажите, пожалуйста, да. Это, конечно, очень плохо. Как город, мне кажется, мы от этого проигрываем. Более того, очень печально то, что... Ведь определенность как бы даже и не предвидится. У нас на носу выборы Думы и Владивостока. И почему-то ни одна из политических сил не идет с повесткой, что вот наш, там, не знаю, кандидат, будучи на грамм начальника, и мы идем для того, чтобы сделать вот это. Да, это хорошее замечание от бизнесмена, правда, резонно. В сентябре, а потом еще до конца года будет вот катавасия, как будет избирать грамм начальника, что будет это связано и так далее. Это, конечно, нас, ну, наставляет в определенном смысле топтаться на месте. Да, я хотел спросить еще очень коротко, если можно. А как вы оцениваете то, что мы знаем о ходе следствия и обвинениях в адрес Игоря Сергеевича Пушкарева? — Знаете, ну, о ходе следствия мы знаем очень мало. — Да, конечно. — Я, например, мало что знаю, да. Но вот пока действительно я ничего как бы нового, кроме того, что, ну, действительно, существует определенный конфликт интересов. Когда мэр города так или иначе связан с крупными промышленными предприятиями, эта штука, конечно, называется конфликтом интересов. — Да, семья. — Она преступлением не является. Тут, конечно, вопрос сложный, но понимаете, в чем дело? Мы об этом знали еще 8 лет назад, да, когда избирали... — Резонно, конечно, да. Это было известно всем и было понятно. — В этом отношении нового нет. И, конечно, новации типа того, что брат дал взятку брату, ну, она такая-то. Ну, это, наверное, так пытаются закрепить теоретические конфликты интересов, но, наверное, все-таки должно быть как-то по-другому. — Понятно. — Дмитрий Юрьевич, спасибо вам. Да, спасибо, что оторвались от своих дел и смогли нам дозвониться. До связи, спасибо. Кто-то еще к нам дозвонился? Говорите, добрый день. — Да, здравствуйте, меня зовут Сергей. — Да, Сергей. — Да, я водитель скорой помощи и буду говорить вещи, которые есть на самом деле и которые существуют. Я не могу с вами согласиться с том, что если нет мэра нашего имена, я говорю именно о Иге Сергеевичу, то проблем нет. То есть вот его нет и без него все хорошо, ничего подобного. Те очевидные вещи, которые он сделал для города, они видны были. То есть и детские сады, и спортплощадки, и сейчас, и дороги. Я хотел бы поговорить о дорогах, так как я водитель скорой помощи. Это было ощутимо сразу буквально уже через месяц, когда дороги начали ремонтировать. Их не могли отремонтировать должным образом. Видимо, была или какая-то паника, или никто не знал, что нужно делать и так далее. Срок они не успели уложиться, и в результате все ощутили осенью, зимой и уже вот этой весной недостаток вот этого вот именно... — Оперативного управления или высшего управления, да? — Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Я думаю, что это было связано с тем, что как раз основная деятельность активов Игоря Сергеевича была связана именно с асфальтовым заводом или с заводом, который делает асфальт. Понимаете, да? — Конечно, ну, по крайней мере, в этом его обвиняют. — Да, именно в этом его обвиняют. Из-за этого они заморозили работу целого города. А у нас самый автомобильный город в России, насколько мы это знаем. Поэтому эта проблема была видна прямо на лицо, и она не ощущается до сих пор. То есть последствия не могут залезать все эти раны до сих пор. Я думаю, что вот когда уже выбрали Межонова, вот Константина, да, я так понимаю, правильно называют, да? — Правильно, Константин Анатольевич, да. — Да, его выбрали 14 апреля. Вот только тогда началось уже какое-то движение именно в области дорог. Я вот именно беру эту узкую сферу. — Хорошо, спасибо вам, что вы нам позвонили. Это очень любопытное замечание, в самом деле. — Да, да, спасибо. — Звонит водитель и говорит, мэр нужен, потому что без мэра вовремя или не с таким качеством ремонтируются дороги. — Удивительно. — Александр Григорьевич? — Алло, да, да. — Да, у нас на связи один из моих любимых народных депутатов Думы города Владивостока, Юртаев. Саша, ну скажите, что вы думаете по этому поводу? — Правильно вы сказали, народный депутат. — Так, давайте дальше. — Да, значит, ситуация какая? Значит, я проработал в исполнительной власти достаточно большой период. И при райском комах, и в администрации района города и края. Я убежден, что первое, власть не выбирается исполнительная, она должна назначаться с одной стороны. С другой стороны, власть, главная задача власти, это создание условий для того, чтобы сегодня развивался и малый предприниматель, и дороги делались там, и программы выполнялись. Для этого, конечно, нужен человек, который имеет государевое мышление. На сегодняшний день кто в лес, кто в подрыва, понимаете? Я, конечно, понимаю профессионализм администрации, которая сегодня работает и старается, да? Я думаю, что многие, как бы, программы будут скорректированы. Но при прошлом, при нашем, так сказать, избранном мэре, а мэр, кстати, я считаю, слово ругательное, вообще его надо из лексикона убирать. Потому что как только мэром назвался, так сразу, конечно, человек либо посадят, либо чего не будет. У нас такая история Владивостока. — Глава администрации, давайте так говорить. — Вот, глава администрации. Так вот, я вам скажу, что вот программы, которые у нас были, спортивный Владивосток, она бы не была, эта программа внедрена, если бы не было, ну, скажем так, убедительного разговора с главой города Владивостока по этому поводу. Не было бы открытия бакси-зона, если бы не было убедительного и убежденного разговора, и было принято единоличное решение. Не было бы сегодня определенных парковых зон, которые сегодня определились, не было бы этой программы. Не было бы сегодня других, скажем, направлений, да, в том числе. И они сейчас не выполняются, потому что, как бы, были единоличные, скажем так, системные решения, которые принимались, советуясь с народным депутатом, скажем так прямо, да. И они шли наперекор некоторым чиновникам. — Понятно. — Вот смотрите. — Глава администрации обещал и руководил этим выполненным решением. — Да, и это очень важно. Централизация в данной ситуации и системный подход именно человека, который концентрирует систему управления городом, понимаете. А когда система не концентрируется, понимаете, когда разные шести в разные стороны крутятся, то и получается дисбаланс. Можно и коробку порвать, понимаете, на машине, если про автомобиль говорить. Поэтому здесь вот на сегодняшний момент у Владивостока, ну, дай бог, конечно, чтобы Константин Анатольевич Межонов, который работал в администрации много лет, и на сегодняшний день, насколько я знаю, у него хорошее отношение выстраивается и с губернатором, и с другими, так сказать, высокопоставленными чиновниками. Дай бог, чтобы он эту, как бы, кривую исправил. Но она не исправится, понимаете, сразу. Это нужны годы. О каком имидже Владивостока можно говорить в лице инвесторов, в лице тех, кто на сегодняшний день ставил на то, чтобы сегодня вложить деньги и большие деньги в Владивосток? Они же ушли. Они ушли, понимаете. И мои программы, вот сегодня программа, та же программа, отличная программа, это для наших первоклашек, это мы садим аллеи первоклашек. Вот она бы была Пушкаревым поддержана, но вот на сегодняшний день чиновниками, они заняли окопную болезнь, они ее даже не восприняли, хотя мы ее уже проводим по посадке деревьев в разных школах в день первоклассника, понимаете? Александр Георгиевич, послушайте меня, я благодарен, что вы до нас дозвонились, просто у нас тут еще есть с кем поговорить. Вы очень верно и точно все сказали, и я хочу даже напомнить радиослушателям, что вы были одним из тех немногих, которые год назад, когда стало известно о задержании мэра, пришли на тот небольшой митинг горожан в его поддержку. Хотя вы, конечно, отношения к Единой России никакой не имеете. У меня и неровные отношения были с Пушкаревым, понимаете? Я в любом углове говорил всегда в глаза и прямо, поэтому я неудобный депутат, понимаете? Но в данном случае меня слышали, понимаете? Меня слышали и выполняли, вот это важно для меня, понимаете? Те, кто звонят, не бронят нашего мэра, хотя могли бы быть и такие. И они говорят, вот я поставил вопрос, может ли город без мэра? Люди, которые позвонили, говорят, что нет, все-таки первое лицо чрезвычайно важно. Власть всегда в каком-то вожде нуждается. Персонификации, без реального человека, который во главе города встречается с инвесторами, не знаю, с международными делегациями, кому-то что-то лично обещает, как Юртаеву, и выполняет свои обещания, городу трудно развиваться. Андрей, действительно, мы когда говорили, что администрация справилась, ну, речь шла все-таки о действиях, условиях, можно сказать, чрезвычайной ситуации для администрации, для горожан. И о сохранении позиций. Но, безусловно, говорить о развитии, о долгосрочном планировании в отсутствии руководителя, невозможно. Сегодня ты договоришься с одним ИО, а завтра приятного, и скажешь, на год, на два, на три, на четыре, ну, вот увидеть ситуацию, не что-то пообещать. Да, конечно. И здесь, конечно, очень странно, что, вернее, не то, что странно, а ужасно то, что в этот год в Приморском крае и в Владивостоке раскручиваются проекты, которые имеют огромное значение не только для города, но и для страны. Ведь даже та же самая идея свободного порта Владивостока, я думаю, будь на месте Игоря Сергеевича Пушкарева, она бы как-то приобрела другое развитие. Павел, что скажите? Ну, естественно, когда на территории присутствует центр принятия решений в лице там грандоначальника, это является своеобразным гарантом и для инвесторов, то есть и для местных предпринимателей. А когда подобная ситуация происходит, то есть инвестор понимает, что есть определенные проблемы на территории, от которых не застрахован в том числе и он. Поэтому несколько раз подумает перед заходом или вложением инвестиций. И у нас же сейчас ситуация очень такая подвешенная. Игорь Сергеевич, хотя и отстранен, да, на период следствия от своего поста, пост остается вот таким вот, не то чтобы вакантным, но его никто не может занять. И я даже не знаю, как будет ситуация решаться после выборов нового состава городской думы. Да, он действительно лишь временно отстранен, при этом свой статус как избранного мэра, ну, будем говорить, глава города, если юридически верно формулировать. Глава муниципального образования тогда еще надо говорить. Ну, вот у нас прозвучало, что глава администрации не совсем верно. В данном случае глава города это должность несколько иного уровня. И совмещая себя в том числе функционал главы администрации, но несколько выше все-таки, поскольку еще и предстоительские полномочия выполняет глава города. Вот он глава города, избранный, но временно отстранен от своей должности. В сентябре избирается новая дума. Не будем говорить по персоналиям, там, кто победит, кто выиграет, можно лишь гадать. Но я думаю, первое, с чего она начнет свою работу, это дума, формировать законодательную базу для проведения выборов именно главы города. Да, сейчас проявляемся. На секундочку. Константин Анатольевич, добрый день. Да, добрый день. Я прошу прощения просто с планерки сейчас. Ну и хорошо. С планерки. У нас в эфире господин Межунов. Вы сейчас уже исполняете обязанности главы администрации города Владиславка, правильно я понимаю? Правильно. Правильно. Я вам задам очень простой вопрос, не касаясь ни криминальных, ни политических, ни других вопросов. Как город готовится к своему очередному дню рождения и вообще какая ситуация сейчас вот в Владивостоке, на ваш взгляд? Я считаю, что ситуация абсолютно нормальная, стабильная. Работа идет по разным направлениям. Мы готовимся к различным мероприятиям. Ну вот из таких вот больших мероприятий, допустим, там глобальных, вы знаете, закончить отопительный сезон. И сейчас по городу началась уже подготовка к предстоящему отопительному сезону. Идут замены по теплотрассам, испытания теплотрасс. Это раз. Во-вторых, мероприятия готовимся, посвященные Дню России. Это будет скоро. Соответственно, готовимся активно к мероприятиям по Дню города. Это будет тоже скоро. Большой план работы по подготовке к мероприятиям, проведению третьего форума. Восточно-экономического форума. Да. Здесь идет работа по разным направлениям. В основном работы, связанные с благоустройством города. Мы в июне месяце выйдем уже, так сказать, на заключение контрактов по многим направлениям. И в июне у нас начнутся довольно масштабные работы по всему городу, по приведению наших дорог в нормальное состояние. Это очень важно. Люди говорят, что за этот год явно не хватало внимания городской администрации к ускоренному ремонту дорог. Ну, еженедельно, так сказать, с бригадой специалистов мы ездим по разным точкам города, смотрим состояние. Мы уже видели, это и дороги, и наше проблемное место. Это лестницы, это подпорные стены. Вот, в общем-то, крупные подпорные стены мы уже делаем. Есть в городе еще проблемные места. Сейчас надеемся, что будет экономия по итогам торгов, и мы будем соответствующие средства бросать на вот эти вот разные точки. Идут работы по проектированию, не проектированию, а по лабораторному району сквера, других точках города. По социалке занимаемся тоже целым рядом вопросом. Вы знаете, что сейчас идет и единый государственный экзамен, государственную итоговую аттестацию. Начали летнюю кампанию оздоровительную. И активно входим в стадию подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Да, Константинович, да, очень хорошо. Вы прямо перед нами отчитываете, что, конечно, не совсем верно. Но, с другой стороны, у нас же радиослушатели, а это жители города. Если можно, скажите, пожалуйста, пару слов, обращаясь непосредственно к владивостокцам. Что им думать, как им чувствовать, как им жить дальше, как им относиться к ситуации вокруг и мэра, и ситуации в Владивостоке? Успокоить их ни слова. Жить дальше нужно спокойно, потому что администрация города работает. Все полномочия, которые необходимо выполнять, администрация выполняет по всем направлениям. Предлагаю активно взаимодействовать с администрацией города. Все наши сайты, как говорится, открыты. И какие-то, если есть проблемные моменты, обрадятся, соответственно, все будет делаться, устраняться. Отлично. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время. Всего доброго. Я хочу вернуться, на чем я вас, Алексей, прервал. Это вот такое отношение людей к ситуации, когда мы решены главы исполнительной власти. Я боюсь, что она же может протянуться не только на год, а больше. Ведь по закону, если сейчас суд быстро не начнется и быстро не закончится над Игорем Пушкаревым, у него чуть ли не еще два года, да? Ну, вот по опыту такие суды быстро не заканчиваются. Можно смело готовиться, что и год продлится. Ну, надеюсь, конечно, что раньше все-таки, но тем не менее. Значит, год он уже под следствием, и следствие еще не завершено. Да, мы на финальной стадии ознакомления с материалами дела, но это опять же еще месяц, либо два. Потом есть время у прокурора на ознакомление с материалами дела и согласование обвинительного заключения, либо несогласование. И у суда свои сроки. Алексей, я уточню, если Пушкарев не будет осужден, это означает, что кресло не будет вакантно, и все-таки возможно... То есть мы должны будем ждать, пока его срок исполнения полномочий не закончится, да? По закону. Да, то есть либо они истекают по закону, либо по основаниям досрочного прекращения установленных законом. Там есть основания, когда по инициативе человека, может, по заявлению смерть, объективный фактор. Понятно, понятно. По инициативе президента, оно не подходит к этой ситуации. Либо в случае вынесения обвинительного приговора, как в данном случае, но опять же приговор еще должен вступить в законную силу. Это тоже занимает время достаточно длительное. То есть это ситуация... Место не вакантно, и проводить какие-то процедуры по избранию, назначению и так далее нового главы города нет никаких правовых оснований. Но, может быть, тогда городская дума что-то изменит законодательство, нет? Да, они могут, потому что ряд процедур регламентируются именно местными правовыми актами, и, конечно же, в них могут носиться изменения с точки зрения формирования этих конкурсов комиссии, их состава, порядка принятия решений. Там еще будет очень много дискуссий, я вас уверяю. Хорошо. Павел, я хочу вот такой аспект обратить внимание. Я думаю, что все, кто видел год назад, как раз было летом, как от здания Международного аэропорта Владивосток, и даже от входа в ВИП-зал выводят двух людей, Андрея Лушникова и Игоря Пушкарева, вводят так, как выводят самых опасных террористов, загнув их почти параллельно с землей, заломив руки за спину, так что она выше головы, подумали, что это неоправданно. Это неоправданно. Люди, которые обвиняются даже в хозяйственном преступлении, и нам показывают их как чрезвычайно опасных людей, чтобы их этапировать в Москву на дальнейшие средственные действия, и нам публично вот этим вот роликом говорят, что они, посмотрите, они злодеи. Как, что вы думаете, зачем это было сделано? Ну, здесь нужно понять, что при задержании Игоря Пушкарева не было найдено там миллионов в коробках из-под обуви и так далее, то есть, но в любом случае... Задержание и обыск, и в администрации города, и в домах его семьи. Для картинки на федеральных СМИ, то есть, какой-то фактуры не было найдено, поэтому нужно было устроить хоть какое-то показательное шоу, вот в виде подобных заламываний рук, поэтому Пушкарева изначально пытались выставить вот неким таким преступником, демонизировать его персону, и это было связано с тем, что в его аресте был ряд заинтересованных сторон, то есть, это как силовые структуры, которые в том году мы видели, усилили свою активность, и связано это было с какими-то внутренними их противоречиями. Вы думаете, такой хороший трофей, да, можно в конце года сказать? А еще у нас на крючке целый глава администрации города Владивостока. Глава крупнейшего города, которому ежегодно приковано внимание президента международного сообщества, это действительно так. Во-вторых, губернатор был также заинтересован в подобном разрешении ситуации. Ну, не будем... И предполагаете, давайте таки предполагать, наверное. Давайте предполагать, но так или иначе, все экспертное сообщество согласно с тем, что у губернатора с Игорем Пушкаревым был определенный латентный конфликт, который на протяжении нескольких лет последних развивался, и в части именно политического, то есть, как устранение конкурента, это было выгодно региональной власти. То есть, здесь от этого не уйти. Ну, и также для государства, то есть, это как борьба с коррупцией, взятничеством, это действительно было вот таким показательным моментом. Но вся эта картинка, это была картинка одного дня. После того, как Пушкареву было предъявлено обвинение и начали вскрываться дополнительные детали следствия, здесь начали возникать вопросы. И вся эта картина, она была невыгодна, в первую очередь, государству. Какая картина? То есть, рассыпалось, что из Пушкареву не удалось слепить классического мздоимца и коррупционера. Мэр изначально заявляет, я невиновен, я готов сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность, предоставлять все факты и так далее. Следствие, в свою очередь, ссылается на какие-то формальные обстоятельства, говорит о том, что Пушкарев может скрыться или улететь за границу и так далее. И так продолжается в течение 9 месяцев. Подобные ситуации, они, к сожалению, приобрели масштабный характер. Мы видели, что вот недавно президент в своем заявлении по поводу опусков в Гоголь-центре заявил, что действие это, по сути, дурацкие. И президент явно дает понять, что это не та система, которую он выстраивал на протяжении последних лет, те тренды, которые он закладывал. И борьба с коррупцией, она приобрела совершенно извращенный формат. Не тот, который представляет как сам президент, так и население. Я просто поясню, не все знают, что там было в Гоголь-центре. Это очень популярный московский театр, которому руководит Кирилл Серебренников. Такой очень модерновый. Ну, наверное, многим это не понравится. Лично мне там не нравится ничего, но неважно. И вот туда пришли правоохранительные органы. Всех заставили, ну, не лечь на пол, но оставаться в помещении и сдать телефоны. Самого Кирилла Серебренникова допрашивали с 7 утра до 11 вечера, не давая ему выйти. То есть неоправданная, показательная жестокость по отношению к тем людям, которые еще не виноваты. Я хочу, вот вы напомнили, да, о нашем президенте. Так совпало, что Пушкарева задержали 1 июня год назад. А где-то летом, наверное, в августе Владимир Путин, выступая перед общественностью, сказал, что зачастую борьба с коррупцией превращается в шоу, которое проводят правоохранительные органы. И он напомнил, что до решения суда никто же не виновен. Да, такое было. Действительно, он призвал меньше разводить ажиотаж. По сути, вот этим заявлением вокруг таких вот ярких явлений. Да, и тогда еще за своего поста представитель Средственного комитета, который отвечал за связи с общественницей господин Маркин, который чрезвычайно любил давать характеристики всем, кто еще не осужден. Ну, слишком, да. На мой взгляд, не совсем профессионально это было. С учетом той должности, которую он занимал, ведь он, занимая эту должность, еще являлся генералом Средственного комитета. Ведь у нас есть, скажем так, те представители пресс-служб, которые не являются одновременно служащими с точки зрения отношения погонов. Он являлся, конечно же, налогает определенную ответственность. И он в своем твиттере, побоюсь я это сказать, тоже что-то плохое написал. Стихи писал. А, и стихи писал, и про Пушкарева плохое написал. Сейчас вспоминается столько деталей интересных за этот год. Стихи не читал, но на самом деле, действительно, и вот эта излишняя жестокость. Ведь мы, смотрите, мы не обсуждаем виновность. Виновен ли Серебреньков, да, виновен ли Пушкарев. Но большинство людей, вот с кем я общаюсь, они говорят так, да неважно, может быть, что-то где-то, если там и было. А, это устроит суд. Б, это не является поводом к такому вот жестокому обращению человека. К показательно жестокому. Да, при том, что мы понимаем, он же не какой-то там закоренелый преступник, который действительно может достать финку и порезать охранника. Поэтому нужно ему руки заломить выше головы и вот в таком виде вести. Это чрезмерно. Да, и еще один любопытный аспект всего этого дела. Я вот вспомнил, что Александр Юртаев, будучи не согласен с мэром и вообще представляя на тот момент другую партию, пришел и поучаствовал в небольшом митинге горожан в поддержку мэра сразу после его ареста. Но в целом, что мы видим? Мы видим, что очень мало людей из политической элиты и Владивостока и Приморского края позволили себе независимую позицию. Практически все из них затаились и уходили от любых комментариев по этому поводу. Единственное, что я могу вспомнить, вот даже Людмила Толобаева, которая тогда что возглавляла у нас партийную организацию Единой России, она, рассуждая, все-таки сказала, что пока нет суда, давайте, Игоря, поддержим. Пока нет суда, пока суд не установил, потому что на наших глазах этот человек прошел большой путь. Он молодой, ему там 30 с небольшим до сих пор. Как вы думаете, почему политическая элита настолько, ну не то чтобы труслива, это будет неправильное слово, скажу слово осторожно? Ну, на самом деле, действительно, для экспертов, в том числе, да я думаю, для жителей города было неожиданностью, когда те люди, которые обязаны своей политической карьерой, в первую очередь Игорю Сергеевичу, заняли такую отстраненную позицию и тем самым... Как будто они даже ничего не знают, что случилось. Ничего не знали, абсолютно игнорирование фактов, хотя действительно волна пошла, волна со стороны жителей, со стороны экспертов, со стороны некоторых политиков, поддержки, потому что нужно разобраться, не нужно там вешать ярлыки и так далее. Но многие заняли отстраненную позицию и таким образом считаю, что местная политическая элита показала свою незрелость. То есть незрелость в части как профессионализма, так и собственной позиции. Потому что, когда элита объединена, когда она консолидирована, то есть ее сложнее как-то сломить. А когда элита рассыпается при первых угрозах, говорить о какой-то зрелости сложно достаточно с экспертной точки зрения. И жители ведь это видят все равно. Да, это отношение с нашим политиками такое же будет. Любой акт несправедливости, который публично проявляется в таких моментах, и реакция его же коллег, то есть Игоря Сергеевича, она снижает уровень доверия колоссально. Хотя я сейчас, прошу прощения, перебью. Уже есть примеры, когда в подобных случаях глава региона на уровне губернатора говорит, да нет, подождите, вы сейчас задержали моего подчиненного, не торопитесь его в кутузку упекать, давайте разберемся. И оказывается, что губернатор прав. Да, были такие ситуации, и более того, зачастую немного таких примеров, но они есть, когда дела в итоге, по сути, заканчивались ничем. И вот за этот год получилось так, что, смотрите, я ведь не зря сейчас сказал про элиту, элита растерялась и принялась осторожничать настолько, что она убрала самую себя с политического поля, и на это политическое поле вышел кто? Представители прежней элиты города Владивостока. И за год горожане с удивлением, опять, может, с радостью увидели, что им предлагают рыбы по дешевой цене и блок Владимира Николаева. Билеты в кино еще предлагают. Кино, потому что это самое важное из искусства, хочет сделать очень много полезного горожанам. Ну, на самом деле, это обратная сторона как раз таких процессов резонансных, когда в момент ареста градоначальника и так далее, некоторые политические группировки пытаются воспользоваться ситуацией. Естественно, им представлен шанс. И вместо какой-то реальной профессиональной альтернативы идет банальная политическая спекуляция. Подобными вещами, то есть, люди пытаются расположить к себе, то есть, несмотря на то, что в прошлые годы действительно были определенные проблемы и с законом у этих товарищей, и с репутацией. Но все об этом забывают, и люди здесь, к сожалению, выступают разменной монетой. И здесь отдать должное нынешнему руководству, которое все-таки отстояло администрацию Владивостока и не позволило, в первую очередь, вынести хаос в нее. Нанести хаос, да, и нанести ущерб именно жителям города. Я просто пояснил радиослушателям, которые не очень хорошо помнят или поняли, о чем мы говорим. Многие думали, что как только Игоря Сергеевича Пушкарева уберут из администрации, администрацию в ее нынешнем ставе разгонят. Туда поставят других людей, но этого не произошло. Хотя это была такая интересная история. Это была интересная история. Ну вот, получилось еще один, вот что еще интересного случилось за это время. Игорь Сергеевич Пушкарев, наверное, один из немногих обвиняемых. Почти все они не согласны с предъявленными обвинениями. Вот сейчас Хорошаевина судит. Он тоже не согласен с тем, что ему там декриминируют. Но у Пушкарева стал активно говорить, что он невиновен публично в момент следствия. В рамках закона, подчеркну я. То есть те документы, которые от его имени выкладываются в сеть, это те документы, которые разрешено и нам тоже почитать. И то, что я вижу в этих следственных документах и в заявлениях Пушкарева, ну вот меня тоже настраивает на почти оптимистический лад, если бы я не был уверен в том, что прокуратура наша все равно победит. Андрей, ну вы привели пример с делом Хорошавина. Там и не может быть никакой публичности. Когда в деле его, ну вот те люди, которые были с ним непосредственно рядом, должен с ним буду называть, открыто рассказывают, как с девочками нетяжелого поведения, веселого поведения проводили время, взяли сейфы 5 миллионов, потом еще 10 не хватило, пообедали на 50 тысяч рублей, то, ну представьте, как он может такие документы выкладывать в публичный доступ. Конечно же нет. Конечно, он не то, что не будет, он заинтересован первый, чтобы этого никто другой не выложил. А вот позиция Пушкарева как раз-таки и говорит, что скрывать нечего. Пожалуйста, друзья, как бы говорит он нам, вот все, что следственно меня собрало. Они 5 лет меня слушали, 5 лет за мной ходили шаг за шагом. Все это, ну, сегодня уже в материале дела рассекречено, да. И все, что они нашли... В кабинете была прослушка, я хочу объяснить. И все, что они нашли за 5 лет, то есть это, ну вы представьте, какой массив людей, финансовых ресурсов, да, технических был задействован. Все, что они нашли, это вот это вот, ну... Подождите, подождите. Подождите, 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 а что они нашли? Они ведь ничего не нашли, потому что обвинения... Об этом в речи. Обвинения базируются на совершенно легальных, официальных бумагах и документах. Это материалы, или как-то сказать, это документы торгов, да? Да. Торгов на закупку чего? Строй материалов для ремонта дорог в городе Владивостоке. Все это есть, все это справка эксперта. Все это есть в открытом доступе. Ради этого не нужно было обыски проводить. Не совершаются так преступления через законные легитимные процедуры. Вот если бы не было торгов, или как раньше, опубликовали сведения торгов в газете «Уральский строитель тиражом 100 экземпляров», да, 100 экземпляров, и провели втихую. Ну, ведь все же было открыто через те площадки электронные, которые государством аккредитованы, никто ничего не скрывал. Потом приходит следователь, не экономист, да, там, ну, не специалист с бухгалтерским образованием, не производитель говорит, а мне кажется, что тонна должна стоить не тысячу рублей, а 500. Вот я так посчитал, или 800, и вы преступники, но это... Ну да, там получается, что следствие обратилось к эксперту, эксперт подготовил просто среднеизвешенную цену, и если сейчас я просто на память помню, по справке этого эксперта, который в деле обвинения получал, что три года мэрия немножко переплачивала, а четвертый год, наоборот, недоплатила еще даже по этим вещам. Но это те вещи, которые решаются, конечно, в ходе арбитража. Естественно, естественно. И я напомню, что пока у нас, ну, у нас это не у нас, а в документах дело, есть только одно решение суда, это суд, который был в Владивостоке, арбитражный, который признал, что антимонопольный комитет был неправ, считая, что мэрия нарушила закон, мешающий конкуренции в городе Владивостоке. Я подробно изучил этот документ, любой разумный человек, не будучи юристом, прочитав, его все поймет. Там четко по полочкам расписано, что то, что вменено якобы как нарушение, а, таковым не является, б, вообще этих событий по факту не было. Все это домыслы. И окончательная точка, вот именно в этом деле, она на сегодня не поставлена. Да, решение было отменено, но без вынесения нового решения, а с направлением для повторного рассмотрения. Сейчас в этой стадии и находится это дело. Ой, в общем, я думаю, что нет в России другого такого интересного дела в отношении мэра, обвиняемого в коррупции. Мы как-то во Владивостоке привыкли, что наши городоначальники всегда ходили под расстрельной статьей, и все городоначальники, начиная с Виктора Ивановича Черепкова, прошли через обвинения и следствия. Черепков, кстати, отбился. Ну, другая сторона была. Более того, он указ президента признал незаконно. Это уникальный вообще случай. То есть вот доказать, что президент ошибся, издавая свой указ. Об отстранении Черепкова от должности. Сейчас это невозможно. Сейчас. Другой президент сейчас. Ну, по многим причинам. Да, если вспоминать всю череду наших городоначальников, у каждого из них были, наверное, свои симпатичные стороны, свои сторонники в нашем городе. Не зря же их избирали все-таки. И все равно судьба каждого из них складывалась вот так трагически. То есть как будто кто-то пытался быстрее ускорить процесс смены руководства в городе Владивостоке. Под любым соусом, под любым предлогом. Ладно, один из городоначальников не успел построить сеть фуникулеров канатных дорог, но зато он успел якобы растратить деньги, которые нанести в череп городу, что попытался сделать колумбарий. И он неправильно провел аукцион на закупку этого камня. Ну, там без решения думы был проведен. Хотя по деньгам вроде все было нормально. В общем, много тонкостей. Что же за такое место, Павел Владивосток, где столько борьбы, активности, вкладывается в драку за пост городоначальника? Может быть, это самый крутой город страны? Нет, ну... Нет, не самый крутой город страны. Я уверен, что Владивосток один из лучших городов страны, так как мы здесь все живем, и со мной согласятся жители. Кто остался, еще не уехал, продолжают считать, что мы живем в неплохом городе. Я думаю, все будет хорошо. И Владивосток, понятное дело, сейчас становится центром притяжения как инвестиций, так и внимания федерального центра. И вообще вот то, что происходит сейчас, это, наверное, уже политическая некая негативная традиция. Именно Владивосток, вот подобная смена городоначальников, которую надо прекращать. Надо прекращать, нужно систематизировать работу, демонстрировать стабильность, действительно делать из этого города, ну, такой вот центр, ворота, так сказать, в Азиатской, Тихоокеанской регионах. Какая дурная традиция, вы совершенно правы, и можно, конечно, говорить, а, Владивосток, там это обычная вещь. Пушкарево нет, не обращайте внимания, у них это обычная вещь, мы и без него все сделаем. Но, с другой стороны, конечно, мне хочется так же, как и вам, Павел, чтобы эта традиция просто прервалась. Она уже непривичная, оставим ее 90-м и начало 2000-х годов. И здесь, конечно, возникает очень важный вопрос, как сложится судьба Игоря Сергеевича, даже в том случае, если он будет осужден. Ведь он, даже если будет осужден, и будет там срок какой-то реальный, нереальный, у него, как мне кажется, потенциал политический, я уже не говорю о бизнесе, останется вполне приличным. Я тут недавно смотрел в городе Вашингтоне, который столица Соединенных Штатов Америки. Население раз за разом выбирает одного и того же мэра, которого трижды суд признавал виновным в коррупции. Но это вот другой аспект. Так вот, Павел, как вы думаете, сохранятся ли шансы у Пушкарева остаться, скажем так, в бизнес и политической элите, даже в случае негативного исхода суда? Ну, знаете, Андрей Владимирович, вот спустя год после ареста Игоря Сергеевича, я могу с уверенностью сказать, что это будет так. Ту стратегию, которую он выбрал, она действительно достойна настоящего политика. И он действительно показал, что он настоящий эффективный управленец, так как пытается, в первую очередь, отстаивать не свои интересы, а доказать всем жителям города, что он не был таковым. То есть, что от него действий не было ущерба, и он это уже доказывает. Спустя девять месяцев следствие признает, что от администрации Владивостока не было причинено ущерба. Ну да, что ущерб только получил. Это действительно важный показатель. Мог в дороге Владивостока, да. В дальнейшем, я уверен, что здесь основная интрига будет именно во время судебного разбирательства, так как вынесение какого-то чрезмерно аффилированного приговора будет невыгодно всем. Да, хочется, конечно, верить, что в этот раз судебная сторона примет соломоновое решение с учетом многих-многих интересов, хотя обвинение, конечно, будет настаивать на том, что оно право. И я хочу, уже прощаясь с радиослушателем, просто сказать им простую вещь. Говорят, что сейчас рейтинг Игоря Сергеевича Пушкарева чуть ли не выше, чем в тот момент, когда год назад он был задержан. Это говорит только о том, что у нас сохраняется к нему доверие. Ну, так и пожелаем и нам всем верить в людей, пока они по суду не будут осуждены, и верить в себя. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. До свидания.